Привет, комрады! На фоне этого весеннего леса хотел сделать видео полезное всем начинающим туристам. Я хочу поговорить о ответственности руководителя похода. Ее не существует на практике. Подавляющее большинство руководителей это, ну так скажем, люди не отвечающие ни за что. Я выразился очень мягко. Есть естественные исключения, есть ответственные нормальные руководители, которые готовы на все, будут заботиться о участниках похода, о своих подчиненных. Но в большинстве случаев никто никому ничего не должен, не обязан. И если с вами что-то случится, это ваши проблемы. Некоторое время назад был крайне нехороший случай, что погибли дети на озере. Кто-то утонул, замерз, умер от перехлаждения, от удара головой, перевернулись там по лодке. Ну, подробностей я точно не знаю. В Карелии дело было, но никто не отвечал за это толком. Не знаю, чем закончилось и особо не интересовался. И те случаи, когда кто-то даже погиб на маршруте, ну что-то я вот не слышал, что были уголовные дела на эту тему, что кого-то там где-то посадили. Как правило, это заканчивается ничем. Несчастный случай, человек виноват сам. Подавно руководитель не отвечает, если, к примеру, вы себе заработаете радикулит, больные суставы, больное сердце, там еще что-нибудь, простудитесь, какие-то у вас болезни будут. Он ни за что не отвечает и не будет отвечать. Ему будет глубоко наплевать на вас. Вас просто над вами посмеются, мусор человеческий, он найдет в себе еще каких-то попутчиков, таких же наивных, как вы, и будет дальше делать свое дело, получать удовольствие. Большинство руководителей ходят в походы, потому что вот им нравится ходить в походы, люди для них это просто расходный материал, это способ пойти в поход. Люди, которые ходят в походы, простые люди, простые участники, это, как правило, люди, которые помогают просто руководителю справлять его удовольствие. Они тащат жратву, тащат снаряжение, обеспечивают его безопасность, в одиночку он, как правило, боится ходить. И все в этом роде скидывается на заброску, потому что он один не потянет, какой-нибудь там вездеход, или вертолет, или катер. Вот. Так что вы, это те, за счет которых он справляет свое удовольствие. Некоторым нравится управлять людьми, вот, командовать ими, чтобы их там называли генералом, адмиралом и великим вождем. Ну, по большому счету, никто из этих руководителей, которых вы обожаете и любите, которые ездят за ваш счет в походы, они ничем вам не обязаны и ничего для вас делать не будут, если с вами что-то случится. А вас скоро забудут, если с вами что-то произошло. Ни в коем случае не хотел никого обидеть из нормальных людей. Такие люди существуют, есть ответственные руководители. Нормальные, я с такими знаком, мне с такими приходилось ходить. Это совершенно другие люди, но их меньшинство. Так что, начинающие господа туристы, будьте готовы, как пионеры, надеяться только на себя. И, наверное, у товарища, если он у вас будет. А большинство руководителей, увы. На сём всё. Заходите ещё, ещё что-нибудь расскажу.